Ремонт фонтана в сквере 30 лет победы, который находится недалеко от площади славы, выполнен на 80%. Рабочие справились с гранитной облицовкой. Сейчас подрядчик завершает монтаж георгиевской ленты и проводит пусконаладочные работы. Новый рукотворный источник заиграет всевозможными цветами. Для этого установят специальные светильники, а по периметру протянут светодиодную ленту. Кроме того, чаша фонтана будет выложена мозаикой. По цвету, рисунку и форме она не будет отличаться от той, что была до ремонта. Из нее же выполнена и георгиевская лента. Стеклянная мозаика у нас не царапается. Она имеет долговечный срок службы около 50 лет. Имеет такую же цветовую гамму, как и полимер. И поэтому эстетический вид у нас по георгиевской ленте не поменяется. Уже подведено электричество, выполнена гидроизоляция. Установлены четыре новых насоса. Смонтированное оборудование создаст динамическую световую и водную картину. То есть, при распылении воды высота водного потока будет меняться вместе с цветом освещения. Ремонт фонтана контролируют не только специалисты подрядной организации и муниципального бюджетного учреждения дорожное хозяйство, но и общественники. То, что сейчас сюда привезена композиция георгиевской ленты, она выполнена на высоком качественном уровне. И самое главное, что мы обратили внимание, то, что те конструкции, которые пришли в негодность, стали ржаветь и стали, по сути дела, давать те трещины, которые после зимнего периода уже превращались в безвозвратно потерянные. По сути, памятник уже архитектура. Сейчас это заменено на нержавеющие конструкции. Кроме того, представители ОНФ подробно ознакомились со всеми сметами и подтверждают, что при выполнении ремонта идет четкое эффективное расходование бюджетных средств. Особое внимание уделяется срокам. Все ремонтные работы, согласно контракту, нужно закончить до 31 октября. При благоприятной погоде подрядчик планирует завершить их уже в конце сентября. А это пересечение улиц Красноармейская и Чапаевская. Фонтан, построенный здесь еще в 60-х годах прошлого века, долгие годы не функционировал. Будет бетонная чаша, глубина метр сорок, облицовка все будет гранитом. Фонтан будет, он ориентировочно будет такой же, как и был, то есть форма, я имею в виду. Именно расположение самих струй сейчас на данный момент окончательно согласовывается. Планируется 28-30 точек по периметру. Здесь тоже появится яркая подсветка. Сдать этот фонтан в эксплуатацию подрядчик обещает до конца октября. Для этого работы будут вестись в две смены.